Добрый день! Сегодня 26 апреля 2019 года. Я хочу начать запись следующего ролика, что почитать, посмотреть. Теперь уже либо в апреле, либо в мае, когда выйдет. Потому что смотрю я не очень много, но смотрю все равно. Вот последний час перед сном я что-то просматриваю. И у нас вчера вышел мой ролик, который по статье и называется «10 потрясающих качеств девочек за 40». И у нас, помимо восхищенных реплик и того «да-да возьму на вооружение», «да-да с этим согласна и очень сильно», есть вот такой комментарий. Извините, Галина, но это статья для самоуспокоения. Сказочница написала. В 30 не выглядишь как в 20, и в 40 как в 30, а в 50 ты уже не та, что в 40. А в 60 совсем не та, что в 50. Согласна. Согласна по поводу внешности. Хотя 30 и 40 не очень отличаются. Вот девчонки, которые за собой ухаживают, я всегда затрудняюсь сказать, в каком она возрасте. И есть очень молодые девочки, которым еще и 20 лет. Но мне почему-то кажется, что им далеко за 30. Хотя возраст, безусловно, отличается. И вот я-то раньше думала, что это детки быстро растут или молодежь там быстро меняется. Поэтому для них год-два – это существенная разница. А уже нам-то, старичкам, какая разница? А сейчас вот у нас как раз выходят ролики за 15-й год, а сейчас у нас 19-й год. Четыре года разницы, какая я там была, молодая, красивая, 56-летняя леди. И какая я сейчас вот такая постаревшая, вся прямо обрюзшая и вообще никакая. А я буду смотреть на сегодняшние наши записи спустя следующие четыре года и говорить, смотри, какая я была хорошая. А кто-то подумал, что я уже та самая бабушка, которая вообще караул не имеет права даже, наверное, и на экран-то выходить. Далее. Ехала недавно в транспорте. И трехлетний ребенок назвал 45-летнюю женщину бабушкой. Хотя та и стройна была, и при макияже, и одета очень даже себе ничего. Даже ребенка не обманешь своей внешностью. Не только ребенка не обманешь. Я вспоминаю свои студенческие годы. То есть нам вот по 17, 18, 19 лет мы первокурсницы, второкурсницы. И кто-то из наших девочек загулял с молодым человеком, которому было 25. И мы все говорили, со стариком связалась. То есть в каждом возрасте свое восприятие другого возраста. Вот тогда 25. Для меня был старик. А сейчас это юноша, еще не оперившийся чаще всего. Я думаю, что вам просто лет меньше, чем тот, о котором мы говорим. А может быть, значительно меньше. И вы пока думаете, что вот эта вот внешняя оболочка, молодая кожа, длинные ноги, стройная талия – это ценное. Это очень быстро проходящее. Хотя многим удается достаточно долго и это при себе сохранить. Тут было обо многом другом. Не только на то, что мы внешне отличаемся. Хотя у нас есть люди, которые 15-20 лет разницы, и их рядом поставишь, и вы не догадаетесь, кто из них старше. Да, да, на себе проверено. А что же говорить тем, кому за 50-й старше? Спину держать надо, жрать надо с оглядкой. Особенно, как климакс посучался. На работе после 40-ка тоже особо не нужны. Но это в вашей стране после 40-ка не нужны. А вот в стране, в которой я живу, многие в 40 лет только начинают карьеру. То есть здесь две категории женщин. Те, кто сначала занимался карьерой, а к 40-ка начинает рожать. Либо те, которые сперва родили, и вот к 40 годам они освобождаются, потому что детки школу закончили, вылетают из гнезда, у них масса свободного времени. Они идут учиться и начинают карьеру. И у них еще впереди 25 лет заработать себе прекрасную пенсию. То есть вы не обобщаете по поводу того, что не нужны. Это зависит от той страны, в которой вы находитесь. Мужики после 40-ка бросают своих жен и берут уже 20-летних. Ну, это те, которые дураки. А 56-летние сплошь и рядом ищут 30-летних. Ну и как же вести слушать, что в 40 наплевать на пластические операции? Спасибо, что повеселили этой статьей. Про мужчин. Есть мужчины, которые на самом деле ведут себя так, как вы описали, но чаще всего это люди, на которых вдруг обвалились деньги, и они вот так вот решили распорядиться своей жизнью. Те мужчины, которые поумнее, они при деньгах свою жену ни на кого не меняют, потому что это и совместно прожитые годы, это взаимопонимание просто с полу взгляда. А 20-летние длинноногие девочки просто даже не догадываются о том, что в мыслях у мужчины и женщины этого возраста нам проще друг друга понять. Я рада, что я вас повеселила этой статьей, но вообще для многих эта статья стала вот таким проводником в определении своего будущего. А я же начала не по поводу своего ролика и не по поводу только этого комментария, а хочу сказать, что сейчас я вот в прошлом как раз обзоре того, что просчитала, просмотрела, вам говорила об Улицкой и о том, что она принимала участие в разговорах о том, что такое старость, как ее воспринимать и как она на это реагирует. И мне выпали ролики, клуб, наверное, это, который называется «Возраст счастья». «Возраст счастья». Я давно слышала это выражение, потому что многие девочки, которые меня окружают, они смотрят эту программу, читают, участвуют и что-то обсуждают. Я никогда не заинтересовалась, наверное, потому что мой возраст счастья был всегда. Я как-то не задумывалась о том, что мы с Женечкой вот уже очень пожилые. И я вот прямо сегодня рассказывала медсестре по поводу его фразы. Сначала он сам мне ее произнес, а потом, когда я ее произносила, когда где-то что-то заболевало или что-то, он реагировал следующим образом. Фраза эта «It is not fun to get old». То есть ничего хорошего, никакой радости нет в том, что мы становимся постарше. То есть вот то-то, то-то, что досыпется. И он каждый раз мне говорил «Speak about yourself». То есть про себя можешь говорить, а я достаточно молодой. И никаких проблем возрастных у меня нет. Ну вот теперь, когда я оказалась в такой ситуации, что муж мой еще 45 дней тому назад полон сил и здоровья сегодня, вот уже третий день, не принимает никакой пищи и готовится к отходу. Я как-то тоже задумывалась о том, что «Галь, тебе далеко, тебе уже за 60. Тебе уже надо, наверное, тоже заворачиваться в саван и двигаться по направлению к ланбищу. И мне всегда Вселенная отвечает на мои вопросы. И она посылает вот этот возраст счастья. Я какие-то ролики уже просмотрела. И если вы думаете, что молодость определяется возрастом, то я думаю, что вам, милая леди, тоже нужно на этот канал заглянуть. Потому что истории жизненные, которые рассказывают участники этих, даже не семинаров у них, а вот, я так поняла, фестивалей многодневных, когда они учатся быть счастливыми, не все это умеют. То есть там есть 70-летние леди, которые по мачтам лазят, потому что когда-то мечтали стать моряками и стали в этом возрасте. А вы в своем возрасте готовы на такое? Или те, кто начали заниматься фигурным катанием уже за 50 и за 60. То есть это вот про это. Про это можно быть старичком в молодости, а можно быть очень юным в любом возрасте. И я сейчас буду снова учиться быть счастливой и молодой, и веселой, и готовой на то, чтобы наполняться чем-то новым. И я понимаю, что спасибо тебе, Вселенная, за то, что ты принесла на мою страницу вот этот возраст счастья. И я абсолютно согласна с Владимиром Яковлевым, что вот люди должны объединяться для того, чтобы поддерживать друг друга и в возрасте, и в дейтинге. У нас как раз вот на прошлом, да, на прошлом нашем стриме была очень активная девочка. Я даже из-за нее сам весь стрим назвала негативное мышление, потому что, несмотря на мои ответы, на ее первые вопросы, она на протяжении всего стрима снова говорит о каких-то негативных ситуациях. И мне пришлось даже так назвать. И одно из нее утверждение, что я живу в маленьком месте, здесь вообще не с кем общаться. У них есть как раз фестиваль, который называется «Зачем нам с вами нужно общение?». И он там подтверждает это тремя составляющими японской философии. Для того, чтобы вам быть счастливым, вам нужна цель, то есть образец какой-то. Вот этот человек этого достиг, и я достигну. Вам нужен путь, тот, который уже люди проделали, или вы его дополните своими деталями, к нему пойдете. Но вы не дойдете до своей цели, если у вас не будет третьего компонента. И третий компонент – это люди вокруг вас. А зачастую это не те люди, которые были раньше с вами, до того, как вы пришли на мой канал, и поняли, что вы в вашем, в любом возрасте, имеете право на счастье, в том числе на семейное, и стали заниматься дейтингом. И вот это окружение должно быть тем, которое вас понимает. Это должны быть единомышленники. Я очень вам рекомендую вот этот посмотреть. Он достаточно продолжительный. Сейчас я не вижу, сколько минут, потому что тут будет реклама. Но вы его послушайте. Вы его послушайте. Он так грамотно объясняет и на примерах подтверждает, что до достижения цели вам нужно объединяться с единомышленниками. И Наталья как раз накануне нашего прошлого стрима объявила о том, что она готова помогать людям друг друга находить, даже из маленьких мест. Она создала две платформы, под которыми можно объединяться. Мы тоже на прошлом стриме про это говорили. Я и ссылочку на стрим дам, и ссылочку на возраст счастья. Раньше мне было не надо, несмотря на то, что это выражение было на слуху. Вот сейчас оно мне нужно. Вот именно сейчас я буду учиться жить по-новому. Я буду учиться жить без мужа. И я буду учиться относиться к этому нормально, что это следующая страница моей жизни. И вот этот возраст счастья очень мне в этом помогает. Можно просто некоторые цитаты брать и вставлять в свою голову и продолжать оставаться счастливой, несмотря ни на что. Чего и вам желаю. И раз мы уже заговорили о возрасте счастья, то дамам моего возраста и вокруг я рекомендую посмотреть старый фильм 80-го года. Почти 40 лет фильма, который называется «Дамы приглашают кавалеров». Не знаю, как я на него набрела, но набрела и с удовольствием посмотрела. Я тоже его смотрела три вечера, помаленечку совсем так получалось. Ну вот, ой, не елова такая молодая и красивая. Я, кстати, ее недавно видела в каком-то фильме. Мне кажется, она сейчас стала интереснее, чем была, когда молодая. Вот я вообще так не очень ее любила. В этом фильме она хороша, очень милая. Еще прически у нее всегда такие приятные. А сейчас видела вот стрижкой с этой щелкой, такая богатая шевелюра. Она мне очень понравилась. Очень понравилась. Вот когда мы говорим о возрасте, не такой же. Она была хороша, но сейчас столько шарма. Это нечто. Вот про возраст опять же. Куравлев там, конечно, не самую лучшую роль играет, но шикарен, но шикарен. Меня очень порадовала. У него не очень большая роль у Караченцева там была, но молоденький Караченцев. Ой, как здорово. О, как здорово. Ну и другие очень узнаваемые, любимые нами в то время актеров, они здесь блещут. И сюжет очень хороший. Это атмосфера очень хорошо передается. То есть вот так окунуться в молодость. 40 лет назад мы были 20-летние, и мы, наверное, ощущали тоже, что и герои этого кинофильма. Очень рекомендую. Молодые могут чего-то не понять. А мы, дамы, у которых шикарный возраст, вполне можем. С вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok